Они сами очень поздно присылают эти квитанции, а потом срок устанавливают. Вот в это время уплатите. И девочка моя должна идти туда без квитанции, чтобы не было пьяни, и уплатить там на телеграфе по номеру телефона. Но она хорошая у меня, она всё делает. А вот теперь у меня молча. Вот я, когда 9 копеек первые уплатили мы, позвони, скажи, почему 9 копеек. Нет, ничего не говорили. А потом в пятницу взяли, отключили телефон. Ну, там знакомые мне позвонили, они говорят, а сейчас монтёров нету, теперь уже в понедельник. В понедельник они, значит, говорят, за долги. Я достаю эти квитанции, звоню, вот тут есть номер телефона какой-то бесплатный. Она говорит это, я не знаю, я дежурный просто, я ничего не могу вам сказать. Ну, я вот пришла, соцработник, я послала её. Она вошла и говорит, ой, какие злые, я ничего там не могла сказать. Но вот уплатила за два месяца 912 рублей. То есть, получается, по факту в квитанции, что есть задолженность, она не отображается, да? А когда телефон отключили, выяснили, что есть задолженность. Есть задолженность, да. Ну, вот за февраль-то вы возьмите с собой эту квитанцию и разберитесь, если хотите. Если вам нужен такой вот пример. Вот на 2000 счёт, а потом мне 561, а потом уплатили 400. 120 рублей так, туда-сюда. Хочешь – плати, хочешь – не плати. И... Продолжение следует...